Сидоров Валентин, город Санкт-Петербург Актер театра и кино? Да, я учусь на третьем курсе Круто! То есть будете актером? Думаю, нет Почему? Не, ну как получится, конечно, хотелось бы Хотелось бы, а почему думаете нет? Ну это я так попытался пошутить Нормально у вас получилось, часто шутите? За деньги, я имею ввиду, ну вот как у нас Сейчас посмотрим Ну давайте Так, Валентин, если вы готовы, я нажимаю зеленую кнопку И мы начинаем Вы готовы? Да Поехали Да, меня зовут Валентин, я из города Санкт-Петербурга Но я живу там только последние три года До этого я всю свою жизнь прожил в городе-курорте Анапа Это Черноморское побережье, потрясающий город Приезжайте, особенно девушки Потому что местные парни просто обожают клеить приезжих девушек Особенно таких девушек, которых я называю львицы Но это те, кто в три часа ночи под песней Петлюры мясо на столе доедает Вообще на городе Краснодарского края кого только нет Иду как-то по набережной, смотрю, стоит чувак такой маленький, щупленький У него усы, бандана, шляпа, как у Тимберлейка Футболка, как рыболовная сеть, жилетка с карманами, как у вас, Армана Коротенькие зеленые шорты, фиолетовые сандалии, обрезанные перчатки И в одной руке он держит гербер Вы просто не поверите, как я хотел подойти и спросить Господи, кого ты ждешь, а? Леди Гага, Киркоров, кто приезжает? И тут буквально через несколько секунд к нему подходит фотограф с обезьяны И такой, слушай, не пойми меня неправильно, но можно я с тобой сфотографироваться? То есть вообще, когда ты живешь... А по телеку по-другому! Да, нелегко дается первая минута вам, Валентин! Жесть! Но тысяча гривен ваша! И эти аплодисменты тоже! Да, и такой радости же нет по телеку! Да! Искренне! Ну как, вы готовы продолжить? Я готовы продолжить! Ну что ж, пять тысяч гривен, вторая минута! То, что я живу в Анапе, это прекрасно, но есть огромный минус, огромный минус Когда ты живешь на курорте, то летом, чтобы сэкономить на отдыхе, к вам приезжают все Батины сослуживцы, маминой одноклассницы, даже друзья деда Вы когда-нибудь спали в одной комнате с другом деда? То есть тоже с дедом, но не вашим Женя спал! Я на минутку забылся! Женя спал и, по-моему, прямо сейчас! Я проснулся! Я поздравляю вас, Валентин, пять тысяч гривен, вы уже выиграли! Спасибо! Теперь осталось решить, забираете ли вы эти деньги, либо продолжаете! Продолжаем! Продолжаем! Третья минута, десять тысяч гривен на кону! Поехали! И, естественно, после того, что произошло со мной в Анапе, я, естественно, захотел переехать куда-то в культурное место, в Санкт-Петербург, но тут все обломалось, потому что я первые два года работал в Макдональдсе. Это чистая правда! То есть, ну, я этого не стесняюсь, благодаря психологу, конечно, и с такой жопы меня вытащил, знаете ли? Тут вообще целая история, я первые три месяца убирал подносы, и по запаре однажды убрал подносы у чуваков, которые не доели, просто взял и выкинул мусор, понимаешь, что а-а-а, но я выкрутился. Правда, единственное, что я сделал, это и знаете, что самое страстное, что у меня есть топ-посетителей Макдональдса. Видели чувака, который заказывает чизбургер с таким лесом, как будто он БВ покупать приехал, который... Мне, короче, чизбургер, да, сделай. Ну и давай, короче, на этом все пока что. Фух, я аж выдохнул. Валентин, вы меня... Это чувствуется. Я же захотел маму обнять. Начал маму искать. Есть только дядя Женя. Я поздравляю вас. Он не приехал. Валентин. Да? Я поздравляю вас с десятью тысячами гривен. Ой, мама дорогая. Как тут у вас классно, честное слово. Прям вообще. Ой, спасибо, ребят, большое. Спасибо. Спасибо, спасибо. Приезжайте почаще. И не надо будет ходить к психологу. Да. Ну что, десять тысяч гривен, не такая уж и маленькая сумма. Или, может быть, пойдем дальше на двадцатку. Пойдем дальше, пойдем дальше. Попробуем. Точно, да? Счупаем. Итак, двадцать тысяч гривен на кону и четвертая минута, которая начинается прямо сейчас. Валентин, вы готовы? Готовы. Поехали. Я не зря сейчас сказал про маму. На самом деле, захотелось ее обнять, потому что моя мама, ну это правда, ну это мама. Да, она прям обожает смотреть телевизор, как любая мама. У меня вот она посмотрела недавно передачу про ремонт квартиры и такая, ух ты, как они ее быстро сделали, ремонт. Я говорю, мама, мама, успокойся, мы так не будем делать. Она говорит, давай сделаем. Я просто в передачах про ремонт квартиры, знаете что, не понимаю. Почему вот эти чуваки, которым сделали ремонт, они всегда довольны результатом? Я ни разу не видел чувака, который бы... Вы что сделали, а? Вы что, пластиковые окна вставили? Очень приятно за вами наблюдать, Валентин. У вас такие неподдельные эмоции. И с каждой минуты, я вам скажу, вот вы, Валентин Андреевич... Нет, Валентин Андреевич, кроме уточки вот этой, которую вы показывали, с каждой минутой вы все интереснее и интереснее. Ой, спасибо. Так 20 тысяч гривен, они ваши уже, Валентин. Остался последний шаг. 50 тысяч гривен, либо же можно забрать 20 тысяч. Игорюк. Я. Давай попробуем. Давай, Валя. Давай. Ну попробуем, да. Спасибо. Я держу за себя кулачки. Спасибо. Пятая минута. 50 тысяч гривен на кону. Удачи, Валентин. Спасибо. А насчет моей мамы, вновь вернемся к ней. Ребята, естественно, как же так? Над нее телевизор очень сильно влияет. Она мне говорит, Валя, найди себе девочку на передаче «Давай поженимся». Я клянусь, я говорю, мама, я не пойду, я не пойду туда. Вы видели эти сюрпризы? Они уже кончены, как мои друзья. Вы понимаете об этом? Я просто видел один раз сюрприз, чувак вышел на сцену и вот так. И он тупо шагал под барабаны на синтезатор. Я сижу, давлю улыбку с первой секунды, понял? Я не знаю, я не знаю. А можно это слушать и сказать? Да. Там, смотрите, там выходит чувак, мужик, ему, ну, я не знаю, лет 150. Он выходит, он вот так вот на сцене тупо шагает под барабаны на синтезаторе и его выбрали. Вы понимаете? И самое страшное, что эти дурачки поженятся. Они поженятся. У нас сейчас и так поколение не очень. У нас там сейчас лучший рэпер Скриптонит. Не слышали? Слышал. Слышал. Короче, для тех, кто не слышал, я сейчас попробую. А мне полин рот, гердое, париквана. Я в норме, я не полин, вали из ванной. Это лучший. С победой. Валентин, я вас поздравляю, 50 тысяч гривен. Спасибо большое. Смеши свежного, сделай, чтобы вы не пьянся. Смеши свежного и под столом. Спасибо, Валентин. Смеши свежного, пусть намочат колдотки. Смеши свежного, но только не использующие котки. Смеши свежи. Женя, я не понимаю, что произошло. Ты как будто... Я тебя весь этот забыл, что он на передаче. Серьезно. Я все раз это. Он говорит, у нас была тут еще одна история. Он такой... Сел самонатик. Да, он как кролик на удаву уже. Я ему говорю, ты что сидишь, парижку открыл. Ой, я забыл. Послушай, я рожден для того, чтобы сделать для людям, доставлять людям пиццу. Поменяй ему батарейки. А что, все к этому идет? Да. Сейчас вас обанкротят. Настроение просто потрясающее. Я сам даже не ожидал, что произошло. Потому что по телевизору это одно абсолютно. А здесь получается, что это совершенно другие эмоции испытываешь. Совершенно другая отдача. Ты абсолютно как будто бы не контролируешь процесс. И спасибо огромное судям. Спасибо огромное залу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...